здравствуйте с вами людмила на канале мире интересного на улице конец ноября а мы с вами сейчас будем черенковать и герань вот эти отростки я сломала на улице это обычная герань и посадила их вот такие стаканчики вот такие стаканчики вот прошли где-то три недели и вот я хочу вам показать как у меня это герань к принялась вот посмотрите какая у него корневая система она опустила корни стаканчик и питается стаканчик в другой стаканчик и вот за счет водички которая находится на дне она питается ее не надо часто поливать герань к сама себя питает водичкой и сейчас для того чтобы к весне этот кустик у меня был красивый пушистый я хочу эту герань к верхушечку срезать и посадить новые стаканчики так для этого мы оставим где-то 23 листочка и вот эту макушечку мы срезаем так она распустится и будет хороший кустик и весной мы его высадим опять в грунт так то же самое мы сделаем с вот этим кустиком вот здесь тоже хорошая корневая система сейчас я вам покажу вот такие корешки там стаканчики уже длинненькие длинненькие то же самое так вот так срезаем здесь мы оставим наверно вот эти два листика и верхушечку удаляем так как я сажаю вот эти стаканчики я хотела вам показать дно стаканчиках я отрезаю вот видите каким уголочек полностью вот срезаю в одном с одной стороны и с другой не дырочки делаю а именно краюшек стаканчика вот я срезаю специально оставила чтобы было видно в эти отверстия они такие длинненькие большие растение спокойно пропускает свои корни и потом этот стаканчик я наполняю простой землей с посадки ничего я туда не добавляю но если у вас есть коровяк перепревший можете немножко добавить коровяка это для герани будет очень полезно вот так я наполнила грунтом и ставлю в другой стаканчик в этот стаканчик и на дне будет скапливаться лишняя влага идет испарение корешки тянутся к этой влаги и растение быстренько развивается и растет вот и сейчас я приготовила вот таких два стаканчика и сейчас мы эту гераньку сюда посадим больше грунта и земли ей не надо в этот стаканчик вы можете спокойно долить удобрения если вам такое надо или поливать вот сюда вот так стаканчик вы поливаете лишняя влага опускается и собирается внизу стаканчика вам не надо вам не надо лишний раз поливать это растение потому что за счет вот этой корней которые опустились вниз ваше растение будет питаться и будет прекрасно себя чувствовать и неделю и две если вы забудете его полить если там будет в водичка растение будет питаться это очень удобно вот так сажать растение и так мы берем наши отросточки они немножко подсохли обламываем вот этот нижний удаляем листочек он нам не нужен здесь и здесь можно удалить нижние листочки нижние листочки мы удаляем оставим только верхние от эти два три а эти нижние удаляем и в сухой грунт мы вставляем наши отросточки прямо сухой не идет значит можно для этого у меня есть вот такая палочка и мы сейчас поставим наше растение вот так рядом с палочкой и вставляем второе растение так ставили и поливаем поливаем чтобы водичка хорошо прошла до самого дна и даем возможность пропитаться всему грунту и чтобы водичка набралась в этом нижнем стаканчике или же можно просто сразу туда ее налить мы посадили наши герани теперь будем ждать укоренения новых черенков и размножение не размножение а разветвление старых укореневшийся череночка вот оставляем их до следующей